Бобруйская инсталеди Часто я пишу, что это как ежедневник, только для моих детей Расскажет, как танцевала в легендарном шоу-балете Тодес Хочешь получить, соответственно, диплом провизора, нужно выбирать И сколько у нее в коллекции очков и шляп Это модель во всех практических путешествиях я беру, я ношу, я одеваю Про строгий дресс-код провизора Это отсутствие яркого макияжа Нет, соответственно, короткие ногти без яркого лака Один день У меня дома висела всегда груша Отрабатывать удары – это школа папы Единственный диагноз Это отображает на самом деле мой внутренний мир, то, какая я Смотрите прямо сейчас Сегодня мы в гостях у фэшн-блогера и модной бобруйской мамы Анны Калиновской В этой озорной и обаятельной женщине с фиолетовыми косичками Зизи трудно узнать сотрудницу городских аптек, где работала Анна до декретного отпуска Это неудивительно, ведь от прежнего образа не осталось и следа На работе она соблюдала строгий дресс-код, а теперь отрывается, что называется, по полной Мне хорошо, вот это вот, наверное, состояние такой души В бобруйской героине обосновалась более четырех лет назад В город на Березине переехала из столицы У Анны был нелегкий период жизни Но теперь все позади Она сменила место жительства и открыла в себе новые грани Немало времени я ездила каждый день на работу в Минск Вот, потом просто уже нашла здесь работу На Чернгарской За ведущей аптекой и все Город отличный, все в доступности, достаточно пошаговая Вот, машины у нас нет Велосипед Два велосипеда, один самокат Потому что я не вижу надобности в машине Тем более, место расположения у квартиры Вот, все близко Гимназия Анна Калиновская, фэшн-блогер, родилась в 1983 году в Херсоне, Украина Закончила национальный фармацевтический университет в Харькове По специальности провизор Работала в сети аптек Минска и Бобруйска Учится на курсах кройки и шитья и моделирования одежды Ведет видеоблог в Инстаграме Снимает ролики о повседневной жизни Создает изделия из кожи Активно занимается спортом Баскетболом, футболом, пинг-понгом Греблей на байдарках, боксом, легкой атлетикой, плаванием Замужем воспитывает двоих сыновей Сегодня мы расскажем о необыкновенно увлеченном и разностороннем человеке И покажем многочисленные грани молодой мамы Которая любит жизнь во всех ее проявлениях С детства Анна мечтала быть хирургом Но судьба распорядилась иначе Героиня выбрала смежную специальность Отучившись в университете международного уровня А затем прошла интернатуру В конечном итоге на учебу у нее ушло 7 лет Мне всегда хотелось спасать жизни Медицина была вот как звездочка в небе Вот я так со средней школы, наверное, стремилась к этому образованию Биология, химия была очень сильная подготовка Вот, ну опять же, так произошло, так трагически Что умер мой одноклассник На последнем звонке он не присутствовал Это был такой перелом в моей жизни Вот, и нервный стресс И мои родители, мамина лучшая подруга была Базов и гинекологии, которая говорит Аня, фармация, подумай Я общалась с ее коллегами По, так сказать, в этой сфере И они все-таки меня переубедили, что Фармация Нечему будет хуже, более даже спокойная Чем работа хирурга или того же гинеколога Анна – мама двоих прекрасных сыновей В данный момент находится в декрете по уходу за младшим Дарьем Мальчику два годика Своему малышу женщина дала необычное и редкое имя Которое носил персидский царь Вообще у этого имени очень хорошая характеристика Вот, ну у ребенка нелегкий характер, сразу скажу Да? Он такой настойчивый, упертый Вот это вот Сейчас зато послушный Старшему Никите 9 лет Он учится в третьей гимназии Анна придает большое значение развитию своих детей Вместе с ними активно занимается спортом и подвижными играми Летом максимально футбол Ставила на ворота Отрабатывали удары по мячу Потому что реакцию нужно все равно вырабатывать Дарья – малыш, но все равно Он видит, как я играю в баскетбол По возможности Мы вот выезжали на днях Но скользкое покрытие было на Островского Мы побросали немножко И все, ему очень нравится Радуется, смеется, когда видит, как мяч попадает в кольцо Моя мама очень красивая И вот такая необычная Не как все Я тоже люблю плавать, заниматься На баскетбол ходить, на футбол Вот это нравится мне Как признается мама, ради сыновей она завела свой инстаблог Это ее публичный видеодневник Куда женщина выкладывает ролики о повседневной жизни Темы самые разные Наряды, путешествия, занятия спортом, кулинарией, творчеством Сегодня у нее около 16 тысяч подписчиков Для многих из которых она – образец для подражания Ее блог показывает, насколько Анна – разносторонний человек Не сидит на месте и находится в постоянном движении Я надеюсь, что страница сохранится через 20 лет И им будет очень приятно видеть и понимать, как проходили будни Потому что я снимаю в реальном времени Что происходит, чем мы учимся, что готовим Учу готовить суп, я это снимаю Учу готовить еще что-либо, борщ, мы это снимаем Точно так же касается и касаемо и спорта Она обладает очень важными качествами с детства Она трудолюбивая И это ей помогает во всем Помогает в профессии Помогает в воспитании детей Она любознательная Довольно смелая, решительная Если она считает, что это правильно То она будет так поступать Очень коммуникабельная Она любит общаться одинаково Что с детьми, что со своими сверстниками Что с бабушками В инстаграм героиня выкладывает и видео с танцами С которыми не расстается уже много лет К слову, одно время она занималась в знаменитом шоу-балете Тодес Аллы Духовой, когда жила в Харькове Это был яркий период в ее жизни Но однажды перед танцовщицей встал серьезный выбор Был набор, мы проходили Парень, с которым я танцевала Он остался И он пошел по этому пути Мои родители мне запретили Потому что если ты учишься На фармации Хочешь получить Соответственно диплом провизора Нужно выбирать Это с моей специальностью очень сложно За плечами Анны работа в клубах Блогер танцует везде На улице, в магазинах На фоне египетских пирамид и морских пейзажей Стили разнообразные Это стрит-джаз, брейк-данс, хаус, гоу-гоу Ее девиз – с танцем по жизни Я очень раскрепощенный человек У меня нет такой зажатости Вот здесь можно, вот здесь нельзя Все люди по-разному реагируют Инсталеди неплохо разбираются в мировых брендах Следит за модными тенденциями При этом всегда одевается так Как ей подсказывает внутреннее чутье Любит моделировать образы Экспериментировать в одежде Придумывать что-то смелое и необычное Например, я могу сидеть Смотреть какой-то журнал У меня, честно скажу Наверное, больше 10 только шляп Наши, кстати, 100% 6, Милана Вот, я вижу что-то, к примеру Я понимаю, что я бы эту картинку И как я вижу То есть, к примеру, девушка может стоять в шляпе Я вот выкидывала прошлой весной платок Но я это делаю по-другому, по сути дела Я вижу этот лук и то, как Ну, в своем, в своем образе Потом я просто провожу параллель К примеру, волк Раша, там, там, март 2019 А я это вижу вот так вот То есть, я не копирую Я просто показываю свой образ, как я вижу То есть, да, это тренд, это интересно Но я вижу немножечко иначе Поэтому нет полной копии И все равно присутствует свое что-то вот личное К примеру, сегодня для уличного променада Стиляга выбрала вот такой образ Кужаную куртку с искусственным мехом Гофрированную юбку Двухцветные колготы Перчатки ботильоны цвета металлик Черный берет с пайетками А еще очки со стразами а-ля Гуччи Признается, она любит одеваться ярко и эпатажно Но за трендами не гонится Это просто отражает ее внутреннее состояние Здесь и сейчас Реакция разная Но никто не оскорблял Лицо там усмеялся Есть даже такие моменты, когда Подходили глубокие пенсионеры Людям, которым явно за 85 За 82 Вот, брали меня за локоть Улыбались, смотрели в глаза и говорит И говорили там, Ань Там или Там девушка Красиво Ее посты собирают множество лайков Среди подписчиц бобруйской модницы Как совсем юные барышни Так и взрослые женщины Девочки восхищаются яркими образами Дама постарше позитивом и энергией Который излучает фэшн-блогер Мы просто с моей подругой Марго Дружим с ней со второго класса Она нам дает примерить свои крутые вещи Она очень яркая, веселая С ней есть о чем пообщаться У нее сын хороший, мы с ним дружим Мне очень нравится мама Никиты Она очень добрая, общительная Всегда может помочь Вот, всегда спросит, как дела Спросит, что у тебя нового Я очень люблю смотреть ее видео Заряжаюсь энергией Когда я просмотрю Вот недавно она была в Египте Я следила за ее отдыхом Мне все очень понравилось Замечательные снимки Она, кстати, умеет плавать и под водой Еще умудряется рукой помахать Я удивляюсь, как человек может находиться Столько времени под водой И все это изображать И все у нее красиво, пластично Очень красиво двигается Она показывает нам одежду Как нужно красиво, можно одеваться Даже я в своем возрасте Какие-то элементы переняла себе И, кстати, с большим успехом пользуюсь Вот, значит, ее уроками В коллекции Бобручанки Десятки дизайнерских очков И стильных шляп разных фасонов К своим образом Анна также подбирает аксессуары из кожи Которые создает сама Материал для работы берет на кожевином комбинате Кожу я любила всегда У меня есть и других мастеров До этого я покупала здесь кожаные броши Но в какой-то момент Почему бы мне не сделать Почему я этого не могу Я это могу сделать Я действительно это начала делать Мастерица делает уникальные броши Чокеры, браслеты, серьги и картины Декорирует изделия, например, сумки Вещи ручной работы покрывает акрилом Я сделала, получается, такого аллигатора Ну, назвала его Гоша Снимала с ним видео на Красном море Вот, короче, мой любимчик такой Многие не могли понять, что это действительно из кожи Говорю, да, это, ребята, сделан из кожи полностью Вся натуральная кожа По толщине это полтора-два миллиметра Скажу так, проблема с желтой кожей У нас возникла такая проблема, да Поэтому я ее крашу То есть кожа красится акрилом Ее можно красить или специальными красками Ты, если, к примеру, не имеешь То можно это, кстати, все воплотить, все сделать А еще Анна любит делать снимки Себя она называет уличным фотографом В объективе ее камеры Лица людей, животные, природа Самое, наверное, потрясающее Это был в августе Это закат солнца на Украине Это было просто, это нечто, это нереальное Это когда садится солнце И озаряется все ярко-оранжевым с красным Небольшая такая идет волна Ты сидишь на понтуне, опускаешь ноги Я и лежала, снимала, и выставляла видео Что-то получалось, ну, как интернет Что-то получалось быстро, что-то, к примеру, медленно И это восход солнца, рассвет на Красном море Буквально вот месяц назад Неотъемлемая часть жизни бобручанки Также спорт С пятого класса не расстается с баскетболом Обожает стритбол В ее распорядке дня Посещение спортзалов, бассейна и различных площадок К примеру, сегодня она пришла в один из спорткомплексов Чтобы немного побоксировать Хорошенько размяться и выплеснуть энергию для нее Только в радость Вот такая она, наша героиня Яркая, разносторонняя и неординарная Всегда стремится только вперед Никогда не унывает И заряжает своим позитивом окружающих людей Я Людмила Любимцева Через неделю новый герой, новая история и тот же диагноз Субтитры сделал DimaTorzok